Коронавирус по-прежнему в топе новостей. И вот последняя информация. Россия приостанавливает въезд из Китая с 20 февраля. Мера касается всех граждан КНР. Неважно, едут они в нашу страну учиться, работать или отдыхать. Решение временное и связано оно, конечно, с ухудшением эпидобстановки. Так, врачи и власти хотят защитить здоровье россиян и предотвратить дальнейшее наступление эпидемии, жертвами которой стали уже почти 2000 человек по всему миру. Об этом сообщила глава оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции вице-премьер Татьяна Голикова. А в Новом Морингое прошел свой штаб, где тоже обсуждали, как противостоять этому вирусу. Был один приезжий турист с Китая, с острова Уханя, соответственно. Он не заболевший. По постановлению главного санитарного врача Российской Федерации все контактные лица, как вы все знаете, сейчас сложятся специальные обсерваторы. На тот момент, конечно, еще этого не было. Мы данного человека наблюдали дома в течение 14 дней. Счастливый случай, да и только. Эта поездка в Ухань не привела к роковым последствиям. Турист здоров, никто из его ближайшего окружения тоже не заболел. Зараза в Новую Уренгою не попала. Сегодня география опасных для путешествия мест куда шире, чем провинция, где начиналась эпидемия. На 18 февраля у нас вообще в целом в мире зарегистрировано 73 тысячи случаев коронавирусной инфекции, которые подтверждены. И в 25 странах зарегистрировано 805 случаев. Сейчас новый случай у нас зарегистрировался. Это Япония, Корея, Сингапур, Таиланд. То есть данная инфекция распространилась по всему миру. И это несмотря на меры безопасности, которые объединили сегодня врачей и ученых, независимо от страны проживания. Они вместе работают над тем, чтобы остановить опасный вирус. В нашем городе угрозу тоже рассматривают всерьез. Были проведены командно-штабные учения с больницей. То есть отработаны все мероприятия в случае регистрации заболевшего коронавирусной инфекцией. Учения показали, что и больница, и центр гигиена, и Роспотребнадзора на 100% подготовлены к данной ситуации. Новый Уренгой – крупнейший логистический центр Ямала. На наш город приходится самый большой пассажиропоток. И так по всем видам транспорта. Так что в случае появления инфекции газовая столица первые принимают удар на себя. Тем важнее всё предусмотреть заранее и продумать все меры безопасности. Сейчас санитарные врачи заняты поиском помещения под карантинную зону. Обсерватор. Один предложенный вариант уже был рассмотрен. Он не подошёл по санитарным требованиям. Сейчас обсерватор находится в городе Лабытнанге. То есть он соответствует требованиям в этих временных рекомендациях. И в городе Муравленко. И, соответственно, как распоряжением заместителя губернатора. То есть необходимо ещё разместить его в городе Нового Уренгой. Это обсерватор. Отпор вирусу готовы дать и местные врачи. Для них эти дни проходят под девизом «Предупреждён – значит вооружён». Нельзя допустить, чтобы коронавирус и дальше действовал быстрее, чем люди. Сейчас проходит учёба во всех лечебных учреждениях по коронавирусной инфекции. Потому что очень много методических материалов приходит практически ежедневно. Меняется количество и периодичность обследований. И мы даже ждём те реактивы антигена-антитела в наш отдел территориальный Роспотребнадзор. Сейчас пока анализ сделается только в Тюмени, в Новосибирске. А в последующих будет в трёх лабораториях на территории Ямала. Эти анализы будут потом всё равно отправляться в Новосибирск, где своё заключение будут давать эксперты-вирусологи. Пока же Роспотребнадзор продолжает вести мониторинг всех ямальцев, прибывающих из стран, которые отметились в сводках новейшей эпидемии. А ещё санитарные врачи рассылают информацию в туристические агентства о территориях, где заболеваемость растёт. Значит, путешественникам надо крепко подумать, стоит ли рисковать. Ведь на кону может стоять их жизнь и благополучие многих.